Я предоставляю слово Его Высочеству Шейхе Абдулу Бен Саиду Аль-Нахайн, министру иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов. Господин министр, Вам слово. Господин председатель, для меня большое удовольствие поздравить Ваше председательство в качестве в связи с избранием на пост председателя 70-й сессии Генеральной Ассамблеи, и подтвердить, что мы готовы оказать полную поддержку Вам в ходе Вашего пребывания на посту председателя. Дамы и господа, в этом году сессия имеет особую важность. Мы отмечаем 70-ю годовщину со дня основания Организации Объединенных Наций и начало новой главы, которая поможет нам двинуться дальше после достижения ЦЭП в направлении реализации ЦУР. После утверждения повестки дня до 2030 года главами государств и правительств. Мы приветствуем смелую повестку дня, считаем, что она поможет трансформировать наш мир в следующие 15 лет. Организация Объединенных Наций Мы озабочены в связи с насилием, вспышкой насилия в регионе. Это подрывает стабильность в регионе. Терроризм разрастается в этом регионе беспрецедентным образом после Второй мировой войны. Аль-Каида, Хазбалай и другие группы эксплуатируют религию в политических целях. Мы осуждаем зверские методы этих групп и осуждаем эти зверские методы, которые они осуществляют от имени Ислава. Это не имеет ничего общего с Исламом, который призывает к мирному существованию и принятию других. Наша принципиальная позиция, когда мы стоим солидарными с народом и правительством Египта, мы исходим из того, что процветание и стабильность Египта ведет к усилению стабильности в нашем регионе. Достижения правительства Египта в экономике, в политике в краткие рекордные сроки это огромный прогресс, который помогает восстановлению в регионе, помогает восстановить историческую роль Египта в регионе. И мы благодарим Чижденесар за давние традиции в противостоянии экстремистских идеологий, призывая международное сообщество оказать Египту полную поддержку в борьбе с экстремизмом и с терроризмом. Продолжение следует... И ДАЭШ, который эксплуатирует хаос и нестабильную ситуацию в Йемене, увеличивает количество терр-актов. Мы за восстановление политического процесса в Йемене в соответствии с согласованными параметрами. В основном с инициативой стран Персидского залива. Тут необходимо обеспечить полное соблюдение резолюции Совета безопасности 22.16, утвержденное после консультации с региональными государствами. Процесс этот подчеркивает важность улучшения рабочих методов Совета безопасности, подключая соответствующие государства, региональные организации, в соответствии с главой 8 Устава Организации Организации Объединенных Наций. Это повысит действенность организации и поможет значительно улучшить осуществление резолюции ООН и поможет в деле предотвращения конфликтов. Мы признательны спецпосланнику генерального ситаря по Йемену за его усилия. Подтверждаем постоянную поддержку арабской коалиции во главе Саудовской Аравии и нашу приверженность по расширению возможностей йеменского народа, по восстановлению стабильности. Считаем, что освобождение Адана от повстанцев в пути. Это важный вопрос. Адан – это материально-техническая база обеспечения важной гуманитарной помощи для йеменского народа. Необходимо облегчить гуманитарную ситуацию в Йемене. И в этой связи мы оказываем помощь, предоставляя более 200 миллионов долларов. Будем работать и дальше с ООН с тем, чтобы обеспечить потребности гуманитарной помощи с страны самых уязвимых. Необходимо полный контроль коалиции. И необходимо отметить, что у нас был еще один военный успех в обеспечении освобождения неуходимого морского пути. Это окончание контроля повстанцев и тех, кто их поддерживает и демонстрирует ослабление присутствия их в других стратегических областях Йемена. Господин председатель, мы глубоко обеспокоены напряженностью и нестабильностью в Ливии. Это огромная угроза для безопасности и стабильности в регионе. Подчеркиваем необходимость отменить эмбарго в отношении избранного ливийского правительства, чтобы дать им возможность бороться с Адаэш и другими террористическими организациями, реагировать на трансграничные угрозы. Все больше заводит нас неспособность международного сообщества добиться политического регулирования сирийского кризиса и положить конец насилию и систематическим, массовым средствам, которые творит сирийский режим в отношении своего собственного народа. Результатом чего является переселение миллионов сирийцев и уничтожение их имущества. Это породило также серьезные гуманитарные последствия, которые негативно сказались на соседних странах и привели к политическому вакууму, вакууму в области безопасности, что, конечно, эксплуатирует террористические организации, Адаэш и фронт Аль-Нусра, поэтому Совет Безопасности должен выполнить свой главный мандат и добиться консенсуса по регулированию сирийского кризиса для обеспечения политического переходного периода и сформирования нового правительства, включив туда все компоненты сирийского общества. Подчеркиваем важность того, чтобы международное сообщество продолжало оказывать гуманитарную помощь сирийскому народу. Мы подтверждаем гуманитарную приверженность делу поддержки сирийского народа и смягчения их страдания. Мы приняли у себя более 100 тысяч сирийских граждан и оказали гуманитарную помощь. Помощь развития у нас в ум более 530 миллионов долларов после начала кризиса. Сирийские и ливийские кризисы продемонстрировали, что это ведет к огромным человеческим политическим жертвам. И мы видим это, наблюдая страдания женщин и детей, массовый исход людей, когда они стремятся достичь безопасных мест, зажить в условиях безопасности. Огромную цену, которую платят беженцы, которые даже гибнут в трагических условиях. Варварские акты уничтожения террористических организаций, отношения исторических объектов, также привели к утрате нашего человеческого культурного наследия. Как и в Сирии, ДАЕШ эксплуатирует нестабильные условия для того, чтобы проводить акты насилия между иракскими фракциями и уничтожать исторические культурные наследия Ирака. Поэтому мы по-прежнему солидарны с Ираком и поддерживаем международные усилия, цель которых – борьба с этой террористической организацией. Мы также поддерживаем усилия правительства Ирака направленные на достижение мира и стабильности и тому, чтобы положить конец этой практике. И подчеркиваем в контексте важности осуществления реформ, обеспечения инклюзивности и справедливости и равенства для всех сегментов и элементов иракского общества. Мы же продолжим осуществление гуманитарных программ помощи, чтобы помочь пострадавшим от конфликта людям. Спасение региона зависит от построения открытого единства. чтобы не было межрелигиозных распий, которые экспортируют другие стороны, чтобы ввести ситуацию к хаосу и к кровопротивию. Мы хотим не допустить такой ситуации, чтобы экстремистские террористические организации продолжали свою деструктивную деятельность. Впоследствии наших провалах в этом плане вдохновили радикальные группы, особенно на африканском роге, которые эксплуатируют нестабильность своих стран, чтобы привлекать сочувствующих в свои ряды. Мы воздаем должным усилиям савалийских федеральных властей и вооруженных силам в плане протестания Тижиняш-Шабаб и полностью поддерживаем их меры. Очень важно активизировать усилия с тем, чтобы бороться с этими организациями, где бы они ни находились, с тем, чтобы искоренить первопричины и, соответственно, радикальную идеологию, прежде чем они не приведут к дальнейшему насилию. Мы готовы ввести сотрудничество с региональными и международными организациями, включая меры, нацеленные на борьбу с Дашу. Мы также готовы организовать центр Хадая, чтобы помочь международному сообществу в борьбе с терроризмом и экстремизмом во всех форумах и проявлениях, а также форум по достижению мира в мусульманских странах. Мы в этой связи приступили к сотрудничеству с Соединенным Штатом в центре Саваб с целью противостоять тем сигналам, которые посылают через социальные сети ДАЭШ и дойти до умеренных людей, до миллионов людей, которые отвергают террористическую практику и искаженную концепцию ДАЭШ и других террористических групп. Мы считаем, что стабильность региона зависит от наличия позитивного сотрудничества между соответствующими органами регионов, а также от принципов уважения суверенитета и не вмешательства во внутренние дела. В отношении заявления президента Исламской Республики Иран мы считаем, что послужной список Ирана не дает этой стране право говорить об этом мы, поддерживаем края СССР и отвергаем все усилия, нацеленные на вмешательство во внутренние дела. отвергаем также оккупацию Ираном трех властей эмиратов, призываемых требуем вернуть их. Все эти меры противоречат международным нормам и ценностям, призываем Иран добиваться справедливого регулярного вопроса либо через серьезные прямые переговоры между двумя странами, либо путем направления этого вопроса в международный суд. Господин председатель, несмотря на все эти проблемы, вопрос Палестины по-прежнему в центре конфликта в нашем регионе. Это основная угроза безопасности в регионе. Более того, ощущение несправедливости, разочарования в результате продолжающейся оккупации Израилем палестинских территорий и убивающих нарушения прав человека страны оккупационных сил дают экстремистским группам возможность эксплуатировать серьезные гуманитарные условия, распространять радиокальную идеологию и подстрекать разочарованную молодежь, следовать их деструктивной повестке дня. И так вот, вызывая международное сообщество ухватиться за возможность, которую представляет 70-я годовщина со дня создания ООН и работать над созданием действенного международного партнерства, которое строилось бы на солидарности и подлинном решении и желании заниматься развитием наших стран и работать над достижением безопасности и процветания для всех. Спасибо. Я благодарю министра иностранных дел